Итак, сегодня у нас 17 февраля 2023 года и хочу я показать вот такие замечательные тыквы, которые созрели у меня в сезоне 2022 года. Часть из них созрела в теплице, а часть созрела на улице. Чем же особенны эти замечательные тыковки? Сейчас расскажу. Эти тыквы непростые. Это тыквы подвоя ферра. Того самого подвоя, на который я прививаю арбузики. Говорят, что этот подвой бесплодный и что если посадить его на грядки, то тыковки не вырастают. Это неправда. Вот тыковки. Вот это выросло. У меня в теплице завязалась самая первая. Я ее даже не опыляла и она вот такая выросла большая. Кроме этого в теплице выросло еще 2 тыковки. Вот они. На одном и том же кустике. И одна даже выросла на улице. Вот она, самая зеленая. Наверное, пока я ее открывать не буду. Сейчас посмотрим, что в самой спелой тыковке. Что у нее внутри. Вот она как выглядит. Сейчас я ее положу получше. Вот такая замечательная тыковка созрела. Очень хочется, чтобы в ней были семена, потому что на эти семена я буду прививать свои замечательные арбузы. А может быть даже и дыни. Она такая плотненькая, но режется, прорезается. Очень не хочется прорезать семена, если они там внутри созрели. Поэтому попробую прорезать ее по кругу. Уже вижу, что она внутри красная, на вкус вкусная. Как обычная тык. Сейчас. Это всего лишь поломался вот этот хвостик. Пока ничего страшного не произошло. Главное беречь пальцы в этих манипуляциях. Ну да, тыковка такая, серьезная. Смотрите, какая она замечательно рыжая. Вот такая тыковка. Пахнет тыквой. А главное, есть семечки. Вот они. Вот они, мои родные. Не все вызрели. Вот невызревшие семечки. Так, невызревшие нам не нужны. А вот вызревшие. Вот два уже вызревших. Много их тут, конечно, будет. Сейчас я повыбираю. Я так думаю, что можно будет их скушать, эти тыквы. Потому что пахнет, как обычная тыква. Подвой фэрра. Вот так. И вот на эту тыковку в сезоне 2023 года я попробую посадить, привить свои замечательные арбузики и дыньки. Я очень надеюсь, что эта тыковка сохранила все материнские качества, все качества подвой фэрра, который я растила. Потому что именно на подвой фэрра в прошлом году у меня выросли самые большие и самые сладкие арбузы. А арбуз мирзо даже дал два больших и вкусных арбуза. Поэтому в этом году половину арбузов я привью на лагинарию, как и в прошлом году. А половину арбузов привью именно на вот этот подвой фэрра, который сама вырастила. Мне кажется, что должно все получиться. Ну, если вы думаете по-другому, то напишите мне, будет интересно ваше мнение. Может кто-то уже пробовал выращивать собственные семена подвой фэрра и пробовал прививать на них арбузы и дыни. Получится, не получится, но интересно же, правда, вот такой эксперимент.